Вопросы строительства жилья и развития инфраструктуры озвучили гомельчане, которые пришли на прием к помощнику президента, инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко. Подробности этого, а также других важных событий недели, далее в обзоре от службы информации. Вопросы строительства жилья, инженерных сетей и коммуникаций в районе индивидуальной жилой застройки обсуждались во время приема граждан, который провел помощник президента Беларуси. Инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Звучали и частные проблемы, по некоторым из которых завершили судебные дела. Всего на прием пришли почти три десятка жителей областного центра. Каждое обращение взято на контроль. Как отметил Юрий Шулейко, половина вопросов решается сразу, если идти на контакт с населением и все основательно растолковывать. В соответствии с планом комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности в Гомельской области завершилась отправка вооруженной силы Республики Беларусь военнослужащих запаса. Всего в боевые части из региона направлено около 500 человек. Максимальный срок сбора в 35 дней. Время пребывания на сборах будет оплачено по средней зарплате. Индивидуальные предприниматели получат государственную компенсацию 15 базовых величин. В Гомельской области становится больше врачей общей практики. Их доля в системе первичной медпомощи сейчас составляет 71%. Такие данные озвучены на коллегии по результатам работы органов в организации здравоохранения региона за минувший год. Развитие института врачей общей практики сейчас называют одним из важнейших направлений работы здравоохранения. Квалификация специалистов дает им право консультировать всех членов семьи в любой области медицины. Это позволяет в первую очередь улучшить обслуживание жителей отдаленных населенных пунктов. Примерно 36 тысяч человек в прошлом году обратились в органы по труду и занятости Гомельской области за помощью в трудоустройстве. Брифинг, посвященный этой теме, прошел в облсполкоме. Большинству, почти 27,5 тысячам граждан, рабочие места были найдены. 380 человек получили субсидии для открытия собственного дела. Кстати, в этом году цифра будет не меньше. Планируется, что помощью в организации бизнеса смогут воспользоваться около 400 человек. В Гомельском технопарке заработала диалоговая площадка. «Гомель Эктив» создана для обсуждения актуальных бизнес-тем. Темой первого диалога стала активизация стартап-сообществ в регионах. Сегодня с помощью банков стартапы в областях все чаще получают финансовую поддержку. Работу «Гомель Эктив» организаторы собираются сделать постоянной. Правда, если к ней будет интерес у гомельчан. Реализация социально значимых проектов, помощь беженцам и трудоустройство молодежи. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста подвела итоги деятельности в 2018 году. Так, почти 600 вынужденных переселенцев получили ваучеры на общую сумму в 130 тысяч рублей. При этом в прошлом году за помощью обращались граждане 82 стран, в том числе Сирии, Индии, Бангладеш. В Гомель открылся первый в стране кризисный центр для социализации людей, оказавшихся в тяжелом жизненном положении. Расширил свою деятельность проект «Няня Красного Креста». Не остается в стороне организация и от помощи молодым людям, желающим трудоустроиться. Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям провело в Хойникском районе профилактическую акцию «Безопасность в каждый дом». Место выбрано не случайно. В прошлом году на пожарах здесь погибли три человека. Акция началась с посещения спасателями частных домовладений. Особое внимание престарелым и лицам, злоупотребляющим спиртными напитками. Именно в их домах пожары происходят наиболее часто. Кроме проведения разъяснительной работы, закрепить навыки безопасной жизнедеятельности в Хойниках решили путем проведения квест-игры.